Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора звучит следующим образом. Почему Бог в Библии, в Ветхом и Новом Завете, называется Богом армий? И вот возникает сразу некоторое недоумение, протест. Где же такое мы можем найти? Мы знаем, что Бог называется Господом, Владыкой Небес. Есть разные имена Бога в Ветхом Завете. И где же там можно найти такое необычное, странное, даже скандальное имя, как Бог армий? А тем не менее, каждому из нас это имя очень хорошо знакомо. Мы его постоянно слышим в церкви, читаем в молитвах и сами произносим. Нередко речь идет о таком известном имени Бога, как Бог Саваоф. Так вот, Саваоф это и есть в таком переводе буквальном Бог армий. Потому что еврейское слово Цава есть то, что можно перевести такими словами, как войско, война, поход, военная служба, просто служба. И вот это вот называется все Цава. А в современном еврейском языке это вот просто название армии. И выражение Цава ле гана ле Исхаэль, или сокращенно Цахаль, это то, что вот каждому из нас известно из новостных сводок. И вот там тоже фигурирует имя это Цава, то есть армия, вооруженная сила, воинство, войско, выходящее в поход и с кем-то сражающееся. И вот от этого слова Цава образуется множественное число Цаваот. И вот он появляется в разных таких переводных версиях, греческая версия, латинская версия, потом еще славянская модификация, знакомое нам слово Саваоф. Почему называется Бог, Бог армии, попозже поговорим. А сейчас скажем лишь то, что в переводе 70, как правило, Бог Саваоф, там, как правило, имеется в связке этих двух слов имя заветное, тетраграмматон, ехвх, ехвх, цебаот. Вот, и переводится это в септуагинте такими словами, как Господь-содержитель, кюриус пантократор, либо Господь сил, кюриус тон дюномей он. Вот, какой же смысл можно вывести нам, обнаружить в том, что мы до сегодняшнего дня, до сих пор, в нашей практике богослужебной, личной, молитвенной, именуем Бога, Богом Саваофом, Богом армии. А как это можно понять? Ну вот, начнем издалека, из того древнего библейского слоя, когда все было в жизни Израиля не похоже на наши условия. Ну, например, Израиль вторгался в Ханаан, Израиль завоевывал эту землю, потом Израиль воевал с соседями, Израиль хорошо воевал с соседями, как будто завоевывал, потом плохо с кем-то воевал, его завоевывали и так далее. И вот эта вот ситуация какой-то военной угрозы, которая постоянно нависает над народом божьим, и подкрепляла мысль о том, что на самом деле владыкой армии, владыкой вообще всех армий, которые есть на земле, армия людских имеется в виду, армия сирийская, персидская, египетская, является лишь один владыка, лишь один полководец, лишь один Бог, Господь, Бог Израилев. И поэтому то, что угодно Богу, что было с Палестиной, с евреями, с Израилем, вот то и будет. На самом деле все управляет, всем управляет Бог. Дальше еще такое было мнение в древности, что вот то, что мы видим, подняв голову ясной темной ночью, а именно звезды, ночное светило, луна, какие-то крупные такие более яркие звезды. Да, мы знаем, что выделяются эти звезды на фоне других звезд и созвездий. Это все считалось действительно какими-то небесными, такими живыми, что ли, существами. Это было воинство небесное. Но если народы языческие почитали, поклонялись этому воинству, считая, что луна – это божество, солнце – это божество, то у евреев было иное представление. Это все есть небесное воинство, находящееся во власти, в подчинении к Богу, у Бога Израилева. Поэтому в этом отношении Бог является Богом и небесных светил, и Бог является Бог Саваоф. Даже такая бывает, мысли проскакивают в разных псалмах и других местах Ветхого Завета. Допускается мысль о том, что вот то, что наверху, то, что почитается соседними народами, это какие-то такие мини-божества, какие-то духовные сильные единицы, субстанции. Но сразу идет очень важное замечание. По отношению к этим небесным существам, наш Бог, Бог Израилев, является Богом. Поэтому он Бог, Бог Богов. И поэтому отношение, дистанция между нами и Богом Израилевым, и этими светилами, этими божествами с маленькой буквы «Б», и этим же самым Богом Израилевым, она одинаковая. Бог является Богом над всеми творений, над всей тварью. Ну и, конечно же, еще было такое представление, что есть какие-то еще Бога в подчинении духовные силы, ангельские силы, Серафимы, Херувимы. И вот это тоже является воинство, у которого есть полководец. Бог воинств, Бог армий, Бог сил, Бог саваов. Когда Израиль вторгался в Ханаан, и там были уже местные жители, к сожалению, земля такая довольно интересная, лакомая, богатая, и там всегда было много людей. Так вот, такое было представление, что сам Бог, и очень часто такая мысль проскакивает, «Бог будет сражаться за вас». Вот это есть мысль, которая поддерживает, укрепляет воюющих израильтян. Бог будет сражаться с вами, за вас, он ваш предводитель. И даже это представление богословское имело такое внешнее визуальное оформление. Несли, как вы знаете, из книги Сусынавина, книги Судей, Ковчег, около Ковчега, на Ковчеге находились ирувимы, и вот над ними, как будто на них выседал невидимый бог Израилев. То есть находился бог полководец, бог армий в центре своего войска, которое завоевывало Хананскую землю. Когда мы читаем, когда мы слышим о заключительную часть службы православной под названием «Утренняя», то там и поются очень такие возвышенные, такие очень радостные легкие псалмы, называются они «Хвалитно». Это псалом 148 и 149. И вот сейчас я прочитаю слова, которые точно каждому из вас знакомы, но мы не понимаем, не догадываемся, что там тоже речь идет о боге армий, боге воинств. Прочитаю, и когда будем в следующий раз на богослужении эти слова слышать, давайте вспомним о том, что наш бог есть бог главный, главная сила в мироздании, бог владыка, бог владыка владык, с которым шутки плохи, который готов вступиться за каждого обиженного человека. Итак, Псалом 148. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнца и луна, хвалите Его все светоносные звезды, хвалите Его небеса небес». Вот в этом перечне указаны все те элементы, которые сейчас я вот вам выше отнес к категории воинства Господня. Это, видите, это ангелы, это силы, вот воинство, солнце, луна, звезды, небесные светила и так далее. Дорогие братья и сестры, наш бог, бог армий, бог воинств, бог сил, бог саваоф. Спасибо за внимание. Продолжение следует...